Всем привет, с вами Геленджик Лайф и сегодня мы находимся в Андреевском парке. Именно здесь я хочу с вами поделиться советами для переезжающих на ПМЖ в город Геленджик. Давайте погуляем по этому красивому месту и поговорим о том, что же нужно знать при переезде на ПМЖ в город Геленджик. Парк был открыт в прошлом году и является одним из приятных мест, где можно провести свое время. Здесь очень много растений, которые были высажены и привезены сюда специально садовниками, как их называют, ботаниками. Здесь очень много различных растений. Запустили сюда японских карпов. Вот они видны. Вот это рыбы там огромные. Вот их видно, что они здесь плавают. Жалко, что вода немножко мутноватая, но в целом видно рыбку. Здесь есть черепашки. Ух ты! Здесь есть и черепашка, и рыба. Вот это красота! Такие рыбы крупные. Карпы, да, японские. Или китайские, японские, нет? Кто они? Черепашки видны, да вот, смотри, да там. А они попалки? Да, они попалки. Красноухие черепашки. Оп! Убежала. Смотри, какая дверь там. Смотри, какая дверь там. Смотри, какая дверь там. Они пускаться в пальцах избу. Смотри, на камеру веш LaF morals bubbles. Ох ты! Мы сейчас увидим. Сейчас. Мама!!! Мама, смотри, нам надо пускаться. Хай-хай! Может море прям ее сделает? Итак, давайте с вами поговорим про то, что нужно знать, если вы решили переехать в город Геринжик. Первое, самое важное, не стоит сюда приезжать в разгар сезона, потому что летом здесь довольно дорогое жилье, и найти жилье, чтобы сдавали вам на длительный период времени, очень сложно, и это будет дорого. Поэтому, если вы сюда приезжаете летом, то это не самое лучшее время для того, чтобы снимать жилье. Вам придется закладывать довольно большое количество денежных средств в семейный бюджет, чтобы снять в себе какое-то жилье на первое время. Но это при условии того, что если вы приезжаете сюда, и у вас нет квартиры в Геринжике. Если есть квартира, это уже немножко другой вариант. Но для тех, у кого нет жилья в Геринжике, и вы еще его не приобрели, то мой совет приезжать сюда стоит в период где-то с сентября месяца по апрель. Это самое лучшее время для того, чтобы выбрать здесь какое-то жилье. Следующий совет. Квартиру лучше всего искать на месте. То есть, если вы приехали в Геринжик, то ознакомиться со всеми районами лучше всего, конечно же, по приезду. Не стоит бронировать, наверное, квартиру через Авито. Оптимально лучше приехать сюда и найти жилье по месту, выбрав для себя тот или иной район. Потому что мы, например, выбирали жилье, чтобы оно находилось рядом со школой, чтобы был в шаговой доступности магазин и садик. Одним из советов для переезжающих является то, что необходимо брать с собой какие-то денежные средства на первый период времени. Желательно, чтобы вам этих денег хватило на месяц или на два до того момента, как вы найдете здесь ту работу, которую захотите. Ну и, следовательно, 1100-150 необходимо, конечно же, с собой иметь. Когда мы переезжали в Геринжик, мы брали с собой 150 тысяч именно на то, чтобы снять жилье на месяц из расчета на два. Ну и, конечно же, для того, чтобы купить продуктов тех или иных, для того, чтобы просто прожить здесь на эту сумму. Сбережения эти просто-напросто необходимы. Следующий момент, а точнее совет для переезжающих, это, чтобы переехать в Геринжик, вам необходимо изучить рынок труда, потому что не каждому удастся купить жилье и сразу же найти работу. Работа в Геринжике имеет свою специфику. То есть, конечно же, здесь в основном требуются специальности по обслуживанию туристов, то есть, соответственно, то, что все относится к туристическому бизнесу, ну а также торговле. То есть, если вы готовы связать свою жизнь с туристическим бизнесом, с торговлей или с риэлторством, то, конечно же, вы работы в Геринжике найдете быстро. Но в остальной период времени я советую вам посмотреть именно вакансии центра занятости, посмотреть вакансии, которые представлены на Авито, и заранее, конечно же, составить себе списочек, подготовиться к переезду. Когда мы переезжали в город Геринжик, я специально выписывала себе несколько вакансий, которые были практически перед нашим приездом, и мне, например, повезло. Мы быстро нашли... Я быстро нашла для себя работу, то есть, буквально, я приехала в Геринжик, и через неделю я уже устроилась на работу. Ну, в принципе, по сей день я на этой работе работаю работу. Конечно же, оптимально, если вы будете переезжать в Геринжик, то необходимо познакомиться с районами города, изучить те или иные районы, которые имеют те или иные особенности, и все зависит от того, что вы хотите видеть в своем районе. Мы хотели видеть рядом с нашим домом школу, обязательно садик, набережную, море, все, чтобы это было рядом с нами. Ну и, конечно же, у нас было очень много критериев, которые мы для себя отметили, и жилье искали, исходя из этих критерий. Поэтому, если вы хотите приехать в Геринжик, то вы должны знать территориальное отделение Геринжика на те или иные районы, у нас на канале есть обзоры этих районов города, где мы, в принципе, говорим о плюсах и минусах того или иного района. Следующий совет для переезжающих в город Геринжик, ну, это, опять же, чисто наше субъективное мнение, мы за то, чтобы взять в Геринжик все свои вещи. Почему это так важно? Потому что в городе не так много хороших магазинов мебельных, не так много хороших магазинов строительных, и люди обычно закупаться ездят в Краснодар, в Икею. Ну, а мы с собой везли все вещи, которые у нас были, то есть и шкафы с собой забирали, и всю бытовую технику мы привозили с собой. А для чего это необходимо? Да все потому, что вы продадите ту или иную вещь за копейки, хотя дешевле будет нанять машину или какой-нибудь контейнер и перевезти все свои вещи в Геринжик, нежели покупать здесь что-то новое. Потому что вплоть до посуды мы брали все с собой. И ни граммы не пожалели. Стоимость перевоза вещей у нас обошлась в 40 тысяч, но это с учетом того, что Миша отсюда поехал вместе с водителем до Ярославля, и потом из Ярославля, когда они загрузили вещи, они тоже поехали назад вместе с водителем. То есть можно сказать, что Миша сэкономил на дорогу туда и обратно, и действительно из-за этого перевоз багажа у нас вышел еще даже дешевле. Еще один немаловажный фактор – это то, что при переезде в другой город не стоит полностью обрывать связи со своим предыдущим городом или местом жительства. Желательно иметь какую-то подушку запасную. Ну, либо если вам терять нечего, как, например, было нам, то мы просто продали квартиру, которая у нас была в пригороде Ярославля. В 2015 году цена на нее позволила нам спокойно на эти деньги купить здесь однокомнатную квартиру в строящемся доме. Ну и получилось так, что мы купили квартиру в Геленджике, не продав квартиру вообще в самом отшибе города Ярославля, в пригороде. Поэтому в этом плане нам повезло. Мы ничего не потеряли. Ну и мне кажется, никогда не поздно продать ту или иную недвижимость в том же Геленджике и вернуться в свой город, если уж вам так будет необходимо. На сегодняшний период времени в город мы вернуться можем в любое время. И стоимость, например, той же квартиры недвижимости сейчас в Ярославле намного дешевле, нежели чем в Геленджике. И можно там, продав квартиру однокомнатную в Геленджике, купить трехкомнатную квартиру в Ярославле в старом доме либо двухкомнатную квартиру в новом. Так что все это, конечно, очень индивидуально. Ну и последний минус и совет при переезде в город Геленджик это то, что когда вы переедете сюда, конечно, первое время вы будете очень скучать по своим родным и близким. У нас это тоже было. Мы скучали, но мы пользовались таким средством цивилизации, как скат. Поэтому по скайпу мы общались очень часто. Мы и до сих пор общаемся каждый день. Поэтому у нас такого вот сильного стресса в плане переезда и расставания с родственниками не было. Но я знаю, что не каждый район города может похвастаться хорошим сигналом именно в плане интернета или, допустим, провайдером, который смог бы вам обеспечить эту связь. И, конечно же, из-за этого люди многие страдают. Потому что интернет в городе Геленджике оставляет желать лучшего. При выборе квартиры в городе Геленджике совет стоит учитывать розы ветров. Потому что есть районы и места, где довольно сильно дует ветер. Этот ветер может дуть не только со стороны гор, и называется он Норд-Ост, но и дуть со стороны моря. Называется он моряк. Оптимально, чтобы ваши окна были расположены не прямо на солнечную сторону. Иначе вы будете страдать очень сильно от жары. И ваши денежные средства за квартиру будут составлять в основном расходы на оплату именно кондиционера. Поэтому лучше всего выбрать такую теневую сторону с окнами где-то на северо-запад, ну, чтобы не сильно вас беспокоил вот этот ветер. Вот у нас окна смотрят в сторону Новороссийска, поэтому нас Норд-Ост не затрагивает. И также нас не затрагивает сильно жара, которая обычно в городе просто-напросто несколько месяцев может сильно доставать проживающих здесь людей. Вот такие вот у меня советы. У меня были советы для переезжающих на ПМЖ. Учитывайте розу ветров. Смотрите, чтобы в ваших квартирах были накопительные емкости для воды либо накопительные емкости были в подвале. Ну и дерзайте, переезжайте. Всем пока! С вами был Геленджик Лайв. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наше новое видео. Спасибо за внимание. Пока-пока!